Автопятница с Петром Шкуматовым То другая, то BMW, то Audi Возьмите любого автопроизводителя Объявляет о том, что начинает производить Или собирается производить какой-то электрический автомобиль И с учетом того, что у нас в стране на текущий момент продано аж 800 электромобилей У меня лично возник какой-то очень серьезный диссонанс То есть, опять же, смотрите Из каждого утюга льется, что электромобили это будущее нашего и не нашего автопрома А люди их не покупают И самый основной мотив для покупки электромобилей называется экологичность А так ли это? Мы пригласили к нам в студию Александра Куксу Эколога, технического директора независимой экологической экспертизы тест-эко Александр, добрый вечер Добрый вечер Александр, вот смотрите Вы долго этими историями занимались Правда ли электромобили действительно экологичнее, нежели чем бензиновый или дизельный? Тут, разумеется, если мы открываем дверь гаража и видим электромобиль То, о, он экологичнее Он тише, чем бензиновый, тем более дизельный или газовый Он, соответственно, не дает выхлопные газы Его не надо менять масло и так далее То есть, о, здорово экономия Но, с другой стороны, все не так радостно, как кажется Во-первых, то, что его надо заряжать от сети, от специальных розеток Это, соответственно, сказывается на потреблении электроэнергии Которая у нас пока что бесплатно не берется ниоткуда Так как, ну, практически две трети всей электроэнергии добывается Это уголь или нефтепродукты Там и мазут, газ природный и так далее То получается, что это просто отложенное загрязнение воздуха То есть, мы его не у себя, в квартире у нас это загрязнение воздуха Там производится или рядом с домом А это загрязнение производится в увеличенном объеме На электростанции, от которой питаются наши розетки Именно поэтому электромобили называют длинной выхлопной трубой Да, в каком-то смысле так и получается Ну, вот смотрите, Александр, я, когда готовился к передаче Я нашел данные по углеродному следу От электротранспорта и от обычных автомобилей Привычных с двигателями внутреннего сгорания И вот что обнаружилось Оказывается, если вообще посчитать все выбросы Связанные с эксплуатацией электромобиля У нас получается 100 грамм выбросов В СО2-эквиваленте на километр Итак, запомнили эту цифру, 100 грамм А норма для, ну, в Европе, во всяком случае Норма для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания Сейчас, на текущий момент, составляет 130 грамм на километр При этом, к 2020 году у новых автомобилей Выбросы в Европе должны быть снижены до 95 грамм на километр Ну, то есть, получается, что Вот если мы сравним 100 и 130 Электромобили не настолько Не настолько меньше отравляют окружающую среду Как нам пытаются подать Не, ну, на самом деле, ну, все равно же чуть меньше Но, понятное дело, что тут не подходит однобойкий взгляд Того, что раз из него ничего не летит Значит, все, планета спасена То есть, получается, но все равно Одно дело, если, допустим, у нас было бы Какое-нибудь там в стране зонирование Да, там, где-нибудь далеко за Уралом Электростанции угольные Которые дают электроэнергию на всю страну Но в радиусе, там, 500 километров Вокруг них нет ни одного населенного пункта Тогда, да, отлично, там будет, ну, вот это пятно Загрязнение воздуха держаться Это как, ну, мусор под ковром Его никто не видит, он никому не мешает жить Но дело в том, что у нас даже в пределах МКАДа Несколько электростанций тепловых Да вот даже в центре Москвы электростанции Ну, в пределах МКАДа В любом случае, внутри Вот, и получается, что разницы-то по загрязнению нет Одно дело будет и в центре Москвы это дымит Другое дело, там, ну, не знаю, мы на автомобиле Будем по третьему транспортному кататься Все равно загрязнение будет приблизительно в одном месте держаться Некоторые экологи говорят о том, что выхлопная труба опаснее Потому что вот она прямо здесь, перед нашим носом А труба электростанции, она вздымается высоко вверх Иногда на сотню метров И поэтому отравляет климат только для, может быть, редких птиц Которые пролетают рядом Ну, редкая птица полетит, наверное, через пятно дыма Над электростанцией Ну, это в том числе так И опять же, если рассматривать даже подход ситуации с того, что Допустим, человек, живущий в загородном доме Пользуется электромобилем Действительно для этого человека одни сплошные бонусы Но как только мы берем среднюю температуру по больнице То изменений мы практически не будем видеть Электромобили еще производят заметно меньший уровень шума Потому что электромоторы практически не трахтят, как бензиновые И есть такие замечания со стороны пешеходов Что они не слышат электромобилей И действительно возникает риск столкновения Ну, то есть получается, что с одной стороны комфортнее, когда шума нету А с другой стороны опаснее Потому что такой автомобиль как бы незаметно подкрадывается И действительно может произойти что-то страшное Ну, звуковой сигнал, во-первых, никто не отменял Не будешь же ездить постоянно и сигналить Вот там во дворе, там по улице Во-вторых, для пешеходов все-таки в ПДД прописано Что прежде чем наступать на проезжую часть Необходимо оценить безопасность ситуации Потому что, ну, да, каждый в автомобиле знает ситуацию Когда ты уже едешь там за человеком Уже и побибикал, ему и поморгал Вот все равно идет по дороге И даже вот, ну, хоть бы ускорился Или там по пешеходному переходу Выбегает, глядя, замотавшись в капюшон А сейчас, кстати, с холодами это будет все чаще и чаще происходить Тут, конечно, вопрос безопасности С точки зрения там аварийной ситуации Но, с другой стороны Скоро, допустим, тоже выходит передача Как раз мы проводили измерение уровня шума От дороги рядом с дорогой С шумозащитным экраном без него Там я полдня потом нормально не мог никого слышать Потому что там реально 80-90 дБ рядом с вылетными трассами Так, для сравнения, днем в квартире допускается не больше 55 То есть почти в два раза И наличие электромобилей Вот в какой-то хотя бы доле на дорогах у нас Ну, понятно, больше, чем 800 штук на всю страну Действительно снизило бы уровень шума хотя бы на дорогах Это комфортнее было бы и лучше Даже с точки зрения не того, что там загрязнение воздуха А именно уменьшение шумового загрязнения Вот знакомые ездили в Китай Говорят, что реально очень сильный диссонанс происходит Глаза передают информацию, что идет плотный поток машин А уши передают информацию, что там машин вообще нет Потому что их не слышно И человек говорит, я просто был в состоянии постоянного стресса Потому что у меня был диссонанс С одной стороны машины, вот я их вижу С другой стороны, ой, я их не слышу, их нет Кстати, о Китае, точнее о Гонконге Хотя это тоже часть Китая с недавнего времени Там на 20% выросло загрязнение воздуха в городе Из-за того, что там стало больше электромобилей Связано это, точнее, связывают это эксперты С тем, что большая часть электрогенерации в Гонконге угольная Ну, понятное дело, что можно перейти на газ Можно, не знаю, в витринер На атомную энергетику перейти Да, поставить ядерный реактор прямо в центре Гонконга Но, тем не менее, факт остается фактом Мы видим, что, да, люди покупают электромобили Особенно, действительно, в теплых регионах Там, где ей нужна печка зимой Да, об этом мы сейчас отдельно поговорим Но загрязнения возрастают Как бы это пополиткорректнее сказать То есть, получается, что не нужны они Или опередили свое время Я бы сказал, что они опередили свое время Потому что, ну, понятно, да, всему там свое время И время каждой вещи и так далее Строго по цитате Но, получается, что если бы у нас, допустим Была бы принята какая-то система очистки воздуха на электростанциях Либо электростанции бы меньшее загрязнение воздуха атмосферного давали Допустим, работали бы просто банально там с большим КПД То, действительно, электромобили были бы удобнее и универсальнее И я тут как раз-таки вижу пропущенный Ну, не то, что пропущенный Скорее перепрыгнутый эпизод Это гибридные автомобили То есть, их как бы есть, да Но от них быстренько они как экспериментальные покатались И быстро перешли уже полностью к электромобилям И вот как раз-таки гибридные автомобили И, получается, они занимают это усредненное звено Потому что двигатель, работающий на генерацию Дает гораздо меньше выхлопных газов, чем двигатель внутреннего сгорания стопроцентный И при всем при этом уровень шума от таких машин тоже намного меньше Чем от машин с бензиновыми или дизельными двигателями Ну вот сейчас пошли в дело гибриды, так называемые плагины То есть, когда батарея может заряжаться как от двигателя внутреннего сгорания Который в этой машине установлен Так и от розетки Ну, то есть, по желанию владельца И тут, конечно, возникает действительно большой вопрос А не опередили ли и, кстати, пиар-службы автоконцернов Которые вот так вот тиражируют сообщения про выпуск очередных моделей Очередных электрических монстров на колесах Не знаю, не знаю Но мы сейчас попробуем перейти все-таки к теме водородных двигателей Но сделаем это через пару секунд Автопятница продолжается С вами Петр Шкуматов И у нас в гостях Александр Кукса Эколог, технический директор независимой экологической экспертизы ТСТЭКа Выяснили, что электромобили опередили свое время Сейчас действительно электромобиль представляет из себя Не намного более экологичное транспортное средство 100 грамм СО2 на километр Или на сколько сейчас На 100 Так Нет, на километр, на километр 100 грамм выбросов СО2 эквиваленте на километр Это электромобили У них такие выхлопы А у новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания 130 грамм Ну, то есть, отличие, как вы видите, не такое значительное При этом, к 2020 году новые автомобили в Европе должны выбрасывать 95 грамм СО2 на километр То есть, они будут уже более экологичные, несмотря на наличие двигателей внутреннего сгорания Нежели чем современные электромобили У гибридов, конечно, больше шансов Но почему они не пошли в серию, честно, я не понимаю Ну, кроме Приуса того же самого Ну, я думаю, что это действительно решение такое, что все компании посмотрели А, Приус, ну, неплохая, неплохая машинка Копировать не будем, но сделаем полностью электрически Пусть у нас будет еще круче, еще тише там Быстрее и так далее Может быть, кстати говоря Связано как раз таки с автомобилями Тесла Потому что все автопроизводители увидели Как они, ну, прямо-таки стрельнули В каком-то смысле И действительно сразу рванулись в погоню Как у собаки сработал рефлекс А, кто-то убегает вперед, надо догнать обязательно Вот, поэтому я думаю, что это действительно связано с обоими событиями Давайте послушаем, что наши слушатели скажут Ох, сорвался звонок Я вижу, прям человек пытался, пытался до нас дозвониться Я напоминаю, плюс семь, девять, два, пять, сто один, сто семь и ноль Это универсальный номер и СМС, и Вайбер, и Телеграм, и Ватсап Здравствуйте, представьтесь, вы в эфире Здравствуйте, Артем, Санкт-Петербург Ну, хочу сказать, конечно, замечательные Тесла электрические машинки Но электричество-то берется не из розетки Поэтому то на то и выходит Но в целом, если общественный транспорт будет электрический Автобусы, да, троллейбусы наши Это замечательно Пусть хоть общественный транспорт не гадится в экологию Слушайте, а вам не кажется, что вот смотрите Странная ситуация Мы в России живем, семь месяцев зима В Петербурге, возможно, восемь Холодная погода Когда вы едете на обычном бензиновом или дизельном двигателе За счет энергии сгорания У вас вырабатывается тепло Которое на халяву, извините Обогревает вам салон И мне салон А вот если вы на электромобиле поедете В том числе он на халяву обогревает Так-то между нами Но если вы БМВ, да, я недавно видел концепцию Они сделали мотоцикл, да, на батарее Электрический, да Очень интересно, да То есть одного-двоих человеку нормально повезет Спичка не нужна Машина, конечно, прикольная Но, не знаю, не очень практичная получается Конечно, если сейчас будет какая-то революция В сфере аккумуляторов То да, это будет очень интересно А пока это все сыровато еще Красиво, но сыровато Да, согласен Спасибо вам большое за ваше мнение Я тут, кстати, да, полный слушатель У нас, в принципе, троллейбусы-то и так электрические А не на то и троллейбусы Да, и трамваи электрические, кстати Да, и трамваи электрические И, в принципе, да, и в Москве собираются Троллейбусы, извиняюсь, больше добавить И видов там бесконтактных каких-то автобусов Которые в том числе и на гибридных двигателях Будут передвигаться Но мне тоже кажется, что гибриды Все-таки у них как-то На данном уровне технологий, да Они более приемлемы и как раз-таки удобнее Я вот, кстати, Porsche Cayenne SE гибрид Мощность у него 333 лошадиных силы Хочу привести в пример Средний расход топлива 3,4 литра на 100 километров 3 литра, 3,5 литра, представляете? Выбросы CO2 79 грамм на километр Вот гибридный автомобиль Вот, пожалуйста, можно его пощупать Mercedes-Benz C-класса 1,6 движок Мощность 156 лошадей Средний расход топлива 5,5 литров на 100 километров Выбросы CO2 126 грамм на километр Ну, то есть, уже мы видим, что Современные автомобили, которые не отказались от двигателей внутреннего сгорания Все-таки приближаются стремительно к электромобилям Да, они приближаются Концерн GM тоже разрабатывает Вот сейчас новое поколение уже отсутствующие в России У нас марки Opel Астра К Там просто бензиновые двигатели Турбированные 1,6, 170, 180 лошадиных сил И тоже там у них расходы около 5-6 литров заявлены А давайте поговорим про, наверное, самый экологичный автомобиль в мире Toyota Mirai Это водородный гибридный автомобиль на топливных элементах Он еще с 2013 года, если мне не изменяет память Известен широкой публике То есть, это не автомобиль, где водород сжигается в двигателе внутреннего сгорания Это автомобиль, где есть топливные элементы И водород туда поступает Он там окисляется, получается вода В результате этой реакции вырабатывается электричество Которое и вращает электродвигатель Может быть, это перспективная технология? Ну, тут тоже, в принципе, да Перспективная технология, все фантасты Ну, кто писал, в принципе Вот с точки зрения экологии, конечно же Потому что вода, она никого не отравляет, конечно Никого не отравляет Но тут можно будет столкнуться с такой проблемой Что, если будет вода, допустим, у них как-то избавляться будут от воды Выбрасывать То в каких-то местах может, в принципе, измениться и влажность в районах При больших потоках Нос выточил хвост у вяз, называется Да, да, да То есть, получается тоже, в принципе, башь на башь Но с точки зрения именно химического состава воздуха То, разумеется, это будет правильнее и удобнее, действительно Ну, тут цена водорода сразу Да Сразу Его получение Ну, его получение, сейчас мы к этому перейдем Цена водорода Я посмотрел, сколько стоит водород У меня получилось за килограмм 9 долларов При этом машина, ну, допустим, реальный расход водорода на 100 километров 1,3 килограмма Ну, килограмм 300 грамм Так вот, это получается, что порядка тысячи рублей водитель должен тратить на проезд 100 километров Сейчас, даже, ну, вот если мы возьмем, допустим, 5 литров на сотню Люди тратят, ну, ладно, ну, 200 рублей Да То есть, получается, водородный автомобиль в 5 раз дороже Банально Банально в 5 раз дороже Может быть, есть вообще хоть какие-то предпосылки, чтобы водород как-то становился дешевле? Ну, будет спрос, будет и предложение Точно так же, когда стали появляться автомобили Дорог-то было не особо много Настолько удобно, чтобы передвигаться на автомобилях И как раз и дороги, в принципе, стали развиваться Я думаю, точно так же Вопрос в том, что водород сейчас, ну, скажем так, производится Или гидролизом воды не в таких промышленных масштабах Как только появится потребность получения водорода в больших объемах То его, понятное дело, себестоимость упадет Потому что его будут просто делать в больших объемах Насколько мне известно, больше половины водорода у нас в мире производится из природного газа Тут я затрудняюсь ответить, не технар Но это вот такой медицинский факт В принципе, можно-то и из воды его получать Но тут мы опять упираемся в то, что из воды его получать можно Воздействием электрического тока на воду И, соответственно, надо будет где-то брать большие объемы электрического тока И опять в замкнутой системе мы упираемся в электростанции Загрязнение воздуха от электростанции Ну, или атомная электростанция, в конце концов Ну, да Какие еще технологии действительно могут изменить наш мир автомобильный С точки зрения экологии? Итак, мы уже прошли электромобили, водородомобили, гибридная технология Что еще? Ну, опять же, по новостям в Tesla заявили, что у них собираются делать автомобиль с солнечными батареями А это не шутка вообще? Нет, это не шутка Действительно, там обещается чуть ли не в следующем году уже запускать Ну, могу ошибаться, там год-два Вот, но, соответственно, там на крыше, видимо, на каких-то поднятых элементах Планируется ставить солнечные батареи Которые не будут, ну, полностью, понятное дело, замещать заряд Но, тем не менее, если автомобиль стоит на освещаемой парковке весь рабочий день То на дорогу назад его заряда вполне будет хватать при полном разряде Ну, это вопрос, потому что на километры идет примерно четверть киловатт часа Сколько площадь нужно солнечных батарей, чтобы... Ну, может, там электроавтобусы будут Нет, тут вопрос в другом Что это, опять же, выгодно для далеко не всех стран То есть, если это где-нибудь там будет проходить Ну, не знаю, в Африке, в освещенных участках То, конечно, это будет удобно и выгодно Если это будет зимой в России То вряд ли кто-то от этого хоть что-то выиграет Даже там не рассматривая вариант того, что это будет все залито грязью и засыпано снегом А вообще электромобили, чистые электромобили В условиях российского климата Они имеют хоть какие-то перспективы? Вот с вашей точки зрения С моей точки зрения, да Если у нас есть отапливаемый гараж, закрытый Который не подвергается воздействию погодных и атмосферных рассадок Подведенными туда, не знаю, 30 киловаттами мощности Да, с подведенной мощностью С хозяином, который будет за этим автомобилем ухаживать Утилизировать, соответственно, регламенту аккумуляторные батареи Покупать их в сертифицированных магазинах То почему бы в перспективе таких автомобилей не быть? Вопрос в том, насколько у нас люди будут относиться к такому автомобилю Обладая им И не будет ли это опять вдоль дороги выливать масло и так далее Эти аккумуляторы выкидывать на ближайшую мусорку Но тут опять же вопрос инфраструктуры, раздельного сбора мусора Его повторной переработки и так далее Что, в принципе, касается, в конце концов, бензиновый автомобиль Не пользуемся, там его на зиму поставили в гараж и забыли про него По весне его там завели, ну, может быть, с трудом зарядив аккумулятор И поехали там дальше С электромобилем он просто, мне кажется, за зиму разрядится И в конце концов просто упадет емкость аккумуляторных батарей То есть его нужно регулярной эксплуатации и соблюдение технического обслуживания Александр Кукса у нас был в гостях Технический директор, независимая экологическая экспертиза, эколог Из нашего сегодняшнего разговора с Александром вы узнали, что электромобили не настолько прекрасные и экологичные по сравнению с бензиновыми и дизельными Что, скорее всего, более перспективно для нашей страны это гибридные автомобили Ну и то, что на водородных автомобилях ездить пока сейчас очень дорого В пять раз дороже, чем мы делаем это сейчас Александр, спасибо большое, что пришли к нам До новых встреч Автопятница с Петром Шкуматовым